ребята всем доброе утро вкусный пирог это ватрушка с абрикосовой начинкой и творогом и сделали на завтрак вот такие вот тосты я уже говорила хлеб мы замораживаем и потом в духовке немножко зажариваем можно так сказать разогреваем но и немножко доводим до такой небольшой вот корочки внутри получается мягенькие корочка такая достаточно плотненькая в общем очень получается вкусно сыр колбаска всем доброе утро ребята и всем приятного аппетита все продолжаем сидеть на самоизоляции несмотря на то что погодка очень хорошая можно было бы сегодня погулять но не знаю наверное пока еще сегодня не будем выходить посмотрим хотя если честно очень хочется уже второй день хочется выйти на улицу потому что солнышко и где-то до плюс 15 мы вчера с папой выходили в магазин и видели в принципе с детьми даже гуляют катаются на самокатах велосипедах и с колясками то есть с малышами гуляют немного людей но гуляют да не кучкуются на детских площадках но вот допустим просто в прогулочку в принципе выходит но мы думаем не знаю пишите выходите вы на прогулку но я не веду кто не в доме частном живет а вот в квартирах выходите вы на прогулку или же сидите дома но мы начали завтраком дальше видно будет всем приятного аппетита кто кушает вместе с нами быстро занимаемся уборочкой уже помыли полы все перемыли если не картины снимала перемывала и сейчас лика помогает тоже мне вывести помыла и сейчас наводим порядок миланка сейчас делает кое-что делает не буду говорить что папа ей помогает мыслика тут в общем порядке наводим итираем везде пыль все поубирали барби тоже сейчас нужно вытереть сейчас сделать тортик и решила снять рецепт на наш канал бон аппетит от кати поэтому заходите и смотрите тортик который я буду делать сейчас буду делать на литин день рождения смотрите какая свечка я уже ее показывала и многие спрашивают откуда она у нас мы покупали в икея на новый год их покупали у нас таких 2 2 кресечки ой кстати сейчас открыла чувствуешь лик прям пламбир пламбир понюхай да вообще сладеньким вкуснее я тоже мороженого захотелось на мы сегодня не выходим в магазин и поэтому лика без мороженого вот ну прям пламбир чекам общем их в икеа покупали они что-то стоит если я не ошибаюсь сколько рубля 300 до полному не 299 по моему что это такое ну да мне вот именно эти свечки нравятся тем что они с крышечками вот раньше свечки как-то покупали вот такие вот знаете в икеа тоже но не открытые в любом случае сразу сразу же свечка да не используется она как остается и здесь удобно то что крышечка закрыла и пыль ничего не попадает на крышечку оседать пыль но ее вот протерла и все так новенькая чистенько а так вот сюда попадает свечку пыль и ничего потом с ними сделаешь ой суши с батарейками как всегда у нас проблема ли у нас батарейки очень быстро заканчивается потому что у нас мышки быстро садятся и мы постоянно меняем батарейки хотя берем вот такие вот языке они по крайней мере дольше служат нам вот такие батарейки но это они очень не работает посмотри работает работает повезет как повезет да здесь наши любимые шарики шарики какая прелесть не работает зайчик такой зайчик который поет и вот такая новогодняя посмотрите прелесть какой шар красивый так а ну-ка жалко но там еле светится но батарейки надо лик ну видишь проблем кайки это закрыто и вот такой но этот мы покупали фикс прайсе шар но он тоже очень красивый эти конечно шары подороже вот эти но мы заказывали через интернет-магазин за когда по-моему ли там вообще на самом деле нереально крутые вещи да и реально крутые вещи аксессуары все там очень много всего интересного вот ну вот это тоже тоже шарик в принципе неплохой так ладно я сейчас хочу пойти сделать макияж и будем заниматься приготовлением тофта решили полить наши семена есть руккола на кстати писали в комментариях что мы чуть не так посадили ну да ладно мы же не прям тут высаживаем специалисты такие профессора ну да страшно даже если не получится вообще ничего страшного ничего мне кажется в любом случае что-то да получится мы тут занимаемся приготовлением торта на ликен день рождения торт называется красный бархат и рецепт я знаю что многим интересен рецепт этого торта поэтому на канале бон аппетит кати можно увидеть полный пошаговый рецепт приготовления торта красный бархат вот такой вот у нас получился крем нежный очень при очень вкусный крем и так сейчас я буду собирать торт буду каждый корж промазывать творожным кремом нежным кремом заметьте почему говорю нежным и уточняю на это потому что я всегда кладу намного меньше сливочного масла потому что сам творожный сыр он сам по себе жирноватый поэтому сливочного масла нужно класть намного меньше но в общем весь рецепт смотрите на канале бон аппетит кати ссылочка в описании под видео ну а я начинаю собирать торт занимаемся приготовлением торта у нас тут в общем работа полным ходом все кипит сейчас еще хочу сделать салатик салат буду делать любимый с яичной лапшой в салатике будут курочка куриная грудка отварить нужно добавить туда предварительно сделанный омлет мелко нарезать добавить морковь по корейский салат кукурузу консервированную и все это посолить поперчить и добавить майонез перемешать и вот такой вот салатик готов кстати очень вкусно миланка убирать делает собирают все игрушки убирает сейчас пойдут девчонок никогда нести телены в кости на милан мы давно уже не виделись с данной милана очень уже соскучилась по данию и на карантине все на самоизоляции во что ты будешь играть очень много очень много мысль и золотой второй этаж у нас есть да что вы говорить короче ребята у нас тут такое дело чем у нас поломалась печка и на все них рычит она просто вот не хочет включаться включается чик на максимальном жарим эту вишницу 5 секунд выключается вот таким образом жарим это какой-то ужас и именно сегодня когда сегодня много готовки именно сегодня она поломалась окончательно это папа и уже всю залапал он ее и снимал эту печку просматривал в общем знаете как я уже говорила там что-то с вентилятором сейчас его невозможно нигде купить как вы знаете все скорее всего не вентилятор не вентилятор как я посмотрел да это там надо менять диодные мосты транзисторы но их сейчас нигде не купишь все закрыто даже мы смотрели может быть вот через интернет-магазин чтобы доставка нет ничего не получается да мне кажется же переворачивать можно можно если а нам нужно два блина таких сделать два нет ничего нам нужно два омлета это ужас просто будем готовить 40 минут ну что а готовить надо знаете мой я уже говорю может быть сделать в мультиварке но там скорее всего не будет с корочка вот такой может и будет но уже добьем мне нужно еще знаешь что по мне еще надо вообще куриное филе вот это мультиварку потому что здесь никак здесь хотя бы вот два блина сделать все выключил это уже вот представляете такое бывает хорошо мы сделали торт и я очень переживала раз такое дело пошло что с ней все у нас ломается ничего не получать этому а сейчас еще из духовка на что-нибудь нет торт у нас готов сейчас я вам покажу там где торт я сделала фейерверк этот папа у вас брала тогда не покажу папа спрятал отлики аж века не видела а фейерверк ликар не помогало делать из карамели потом тоже покажу в общем воюем делаем пытаемся делать салат и все идет у нас не по плану а уже вечер уже 7 часов и не у у нас получилось на заработала печка один блин готов сейчас жарю пожаловались бегом жарим 2 тут же поставили кастрюлю для курочки сейчас буду варить куриное филе это так обрадовался в общем не знаем что нам спичка дятали и ремонтировать или покупать новую в общем главное что именно сегодня она поломалась для нас это просто помимо разорота так но можно мы же сделали потом она вроде бы начала работать мы расслабились ты что-то с дедушкой не она вроде заработала мы расслабились это именно сегодня написать и с утра мы включаем на и все и она не чешусь принц ну да она вообще не будет красиво здесь да всем жарим омлетики это для салата я уже рассказывала рецептик будет такой вкусный салатик здесь у меня уже закипает вода я сейчас буду там варить курочку мне просто курица параллельно размораживается печку чтобы не выключать пока она работает у не надо рвать омлет делать цельный омлетик потому что мне нужно будет вот этот омлет тонко резать соломкой так я варю уже курочку куриную грудку посолила вариться она будет где-то минут наверное 40 30-40 минут ну что так как сейчас шары надуть вообще нигде просто нереально мы обошли все возможные магазины скажем так где можно было надуть шары и все это закрыто заказали мы вот такой вот баллон с гелием здесь написано на 30 шариков ну посмотрим будем сейчас пробовать первый раз если честно бом надувать да значит смотрите у нас вот такие вот шары мы как-то покупали ата иногда что-то постелить нас тоже не поставили железу сейчас да в общем вот такой вот смотрите шар с перьями но мы так разобрали скорее всего но еще не совсем разобрались но папа говорит что скорее всего их надо вот такие шары надувать под помощью насоса это не гелием надувать убили душ точно здесь смотрите какие красивые цвета яркие и вот это немножко другой цвет тут голубенький есть здесь нет голубого видите здесь больше желтого здесь нет желтого а и светло-розового нет пера а здесь розовенький очень красивый голубой ладно в общем был называем насосом да и сейчас я вам покажу еще другие шары также мы купили в такую ленту упаковочную такого цвета это для шариков мы именно да взяли и выбрали вот белую тоже ленту такие два цвета сейчас покажу еще шары каким мы купили здесь у нас подарочки подарочки мы как вы все знаете магазины сейчас закрыты а никто не думал заранее как бы запариваться насчет подарков но но мы не думали что да мы не думали что на самом деле будет такая ситуация что магазина будут закрыты поэтому вышли из ситуации заказывали через интернет магазин подарки и тоже нам надо сейчас пока лика с миланой ударной в гостях тетя лена мы у нас вот такие дела в общем надуть шары и запаковать подарочки красиво грубо говоря потихоньку пока растягиваем чтобы он стал более эластичная у нас то опыт есть мы их хлопнули уже такое количество да мы это мы покупали да это мы покупали не фикс прайсе а другие шары тоже похожи только блестящие знаете не с первыми а блестящие поддаются фикс прайсе это же моих конечно очень много надували важный центральный шок был посередине чтобы его не попустер и не перекашивал видеть вроде симметрично надувается вот так трендец